Ребят, всем привет! Я сегодня приехал в гости к одному из основателей группы Король и Шут. Мы идем в гости к Балунову. Сейчас мы посмотрим, как он живет. Мы позадаем ему неудобный вопрос. Заходьте! Привет! Привет! Ребят, значит, сегодня у нас будет мега-крутое интервью. Александр, ты готов? Возможно ли в будущем, что на самые большие хиты, даже там, я не знаю, «Жаль, нет ружья», например, будут появляться какие-то мини-фильмы? Возможно, но сильно подозреваю, что будет это все, вот сейчас, вот только что проходил концерт на Дворцовой площади, 55 лет Цоя. Вот когда все умрут уже, наконец, тогда это начнется делать. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы снять. Вот если у кого-то есть деньги, вообще, вот, с удовольствием, это мечта вот нашего детства, это снимать такие фильмы. Пока что, вот, вот, Каня, сделает мультфильм сам, Лесняка уже, там, два года делает, просто он все делает сам. Никто ему не помогает. Он сам рисует все? Да, все там такое. Ну, короче, кто есть, какие-то фанаты делают, но нету бабок, нету фильмов. Это та самая знаменитая дверь, вот эта, которая снималась в клипе моем «Я иду к тебе домой». Там гараж, тут фигаж. Кота-дерево. Кота-дерево. Слушай, у тебя в спальню прям звездное небо. Да. Тут мы пишем музыку, играем на гитарах. Можно выйти из комнаты. Попасть в комнату можно с улицы, зайти в комнату, совершенно спокойно потусоваться, пройти на кухню, по улице, вот, пожрать, зайти к себе в комнату и никто дома не узнает, что ты дома. Это ценно. Хотел спросить про отношения с «Северным флотом». Если представится возможность сыграть вместе на одном концерте, ты будешь с этим окей? Ну, объективно как бы представляется. Допустим, неделю назад меня звали, говорит, «Северный флот» сейчас едет по Украине. Золотые хиты «Король и шут», программа «Король и шут», ну, типа, «Северный флот» мелкими буквами. И мне позвонили организаторы, говорит, давай, приезжай, поиграй с ними, «Король и шут» «Король и шутки». Я говорю, «Ребята, группы такой нет уже, а вы все «Король и шут». «Ты не сильно законно, у нас сейчас там война, так что ни Северный флот, ни Украинец закон не соблюдает». Я говорю, «Ну, я в это не хочу вмешиваться». То есть, объективно зовут. «Ты имеешь ли дружие с ними?» На самом деле, мне было все равно всегда, что там они делают. Ну, то есть, я понимаю, что они от безысходности все это делают. Устроить скандалы, просто если убрать скандал от группы «Северный флот», ничего же не останется. И, на самом деле, это очень больная тема, потому что это тут, понимаешь, там, в группе «Секс Пистол» гитарист мог сыграть один альбом и живет вот там, недалеко, в Лос-Анджелесе, прекрасно себя чувствует. А в России все музыканты – это, грубо говоря, пушечное мясо. То есть, вот отдал человек там 10 лет музыки, ничем другим занимался, выгнали его из группы за пьянство, алкоголизм, и все. Ни профессии, ни денег, ничего. То есть, фактически. Ну, то есть, миллиардных гонораров нет. Каких там гонораров? Как только ты перестаешь быть в тренде, ты начинаешь испытывать трудности. Начинаешь испытывать тупые, то есть, поэтому, когда ты видишь продажных музыкантов, я их никогда не обвиняю, потому что я понимаю, людям тупо нечего жрать. А особенно, если ты привык жить на хожу руковую ногу, знаешь, как-то будет тяжело. Поэтому идут и популярные исполнители делать госзаказы. Да, что делать? Поэтому я никого не обвиняю, поэтому если вот сейчас ты про Северный фонд ведь не будешь ни одной песни не знаешь, знаешь, что они скандалы строят. Один скандал за другим. То они судятся с Князем, то с Тель-Солей Горшневой Довой Горшка, Тель-С дочкой Горшка, то отсуживают одно, то скандал какие-то, скандалы, скандалы, вот фактически ничего другого нету. Я их не осуждаю, но вот именно, когда они начали отсуживать бренд Корольшу дочке Горшка, в день рождения все-таки. Я просто, Горшок мой лучший друг был всегда и остается. Я прекрасно знаю, как он относился к своей дочке. Это я вот так могу спокойно говорить. Может, немножко эмоционально, но спокойно по сравнению с Горшком. Он бы просто поубивал бы всех в прямом смысле этого слова за свою дочку. А потом бы стал задавать вопросы, кому осталось. Значит, концерт вместе не будет. А они теперь, понимаешь ли, судятся с его дочкой. Поэтому я не вижу смысла концерта. Потом какие совместные концерты, фестивали или вместе песни играть? Ну да. Песни у меня в самом хорошее. То есть объективно не вижу зачем. Просто покажу. Смотри. Думаю, что просто шкаф. И вон там стоит целая комната. О, вау. Это чтобы от немцев прятаться? То есть, смотри, сюда ставится такая белая штучка, приходят менты. Открывают шкаф и шкаф. А там реально можно в двадцатером с едой сесть. Что-то вы тут мутите. Я вошел в себя, прямо замедитировал под гусли. Следующий вопрос. Я бы хотел узнать, вот я читаю твою книгу. Замечательная книга, очень светлая, между купчиной и ржавкой. Правильно? И ржавкой. И мне кажется, лично для меня, когда я читаю, просто все светлое воспоминание. И я прям не думал, что все было именно так, что это действительно дружба, это родилось из дружбы. И отсюда свой стиль, потому что изначально это были просто истории, рассказы, книги, которые в итоге переросли в музыку. Я читаю, и я понимаю, что классно, круто. Но мне вот хочется знать, где панк-рок, где трэш? Был ли трэш? Конечно. Конечно, был. Ну, во-первых, знаешь, во-первых, две вещи. Все, большинство людей представляют почему-то король шут по каким-то телевизионным передачам, каким-то... Да, на интервью горшка они все просто мегоубойные. Да, это последние пару лет. Там, ну, пять лет, хорошо. Ну, какое-то время там. Я считаю, смотря откуда считать конца какого. Последнее время. Но до этого он там пятнадцать лет играли, нас вообще не показывали по телевизору. То есть, вообще вот. До клипа я левя с мужикем вообще, то есть, в принципе, не было. Интервью там почти нет. Там был внуразовый случай, поблаком договаривались. То есть, мы глубоко презирали все это телевидение, все эти самые вот сети радио, все эти они... Понимаешь, всех нас потом крутил так при дыхании, кричали о! А не до этого десять лет, мы говорим, вы не формат, типа вы никто. То есть, это такая месть. Никакое месте, просто мы знаем, кто они такие. Продажные шкуры. И поэтому, это, я говорю, ни одна соотношениях. Поэтому, когда вот эти телевидения приносят какой-то вот продукт, им интересно сказать, вот кошок там скалка, э-э, они вырезают вот это э-э. То есть, не то, что там действительно может что-то умное сказать про анархию, про отношения людей, про всякие там сказочные вещи. Это неинтересно вырезают э-э. И поэтому все люди судят, как будто это э-э. На самом деле, все гораздо глубже. Это что касается представления группы. Ну, а вот в самой книге, то есть... А в самой книге, конечно, потому что, все-таки мы с какой-то, с 13-14 лет, с 14, наверное, все-таки, дружим, и с, конечно, все люди были светлые. То есть, когда в группе появлялся какие-то уже посторонние люди не светлые, они сразу как-то отторгались, потому что мы занимаемся не музыкой, по большому счету, а другими вещами. Конечно, были и трешеры, угарные, которые, давайте метаешь угарные моменты в книжке. Там они, кстати, тоже есть, и много. Куда же без них? Но это было как бы по ходу дела. Окей. Все равно, что ты считаешься интеллигентным человеком? Да, когда как. Ну, вот, если ты напьешься в баре, устроишь дебош, тогда нет. Ты ведь не будешь говорить, а, какой я урод, что я наделал, дружу, смынаюсь с радостью, вот, раз в год, на день рождения с пацанами, там, разбили стекло в баре. У нас наоборот, тут просто нормальные люди, и правда, что светлый горшок, очень светлый князь, и вообще тоже, ну, оба человека, они потрясающие. То есть, очень мягкие, добрые, светлые люди. Извини, я вспомнил одну голову, как мы как раз в Интаж, есть ли в новой книжке. Очень смешная. Потом расскажу. Хорошо. Не для прессы. Ну, во второй книжке, а, кстати, про трэш и угар, во второй книжке, значительно больше. Потому что в первой книжке все-таки там много историй, но если очень сложно было соблюсти баланс в книжке, потому что изначально я хотел писать книжку, ты прав, я понял, что ты спрашиваешь. Я изначально хотел писать книжку, вот в свою историю всякие трэши, угарные, веселые истории, то есть, одна история веселее, другую, и все. Ну, просто все. Потом я понял, что это будет однобока все-таки. И пришло. Потом я вообще не хотел никаких годов, писать, кто в кого-то было сделано, я этого ненавижу. Но говорит, а других книжек нет, никакой информации о группе нет. Пришлось это еще делать. И потом пришли сейчас историю, которая трэшивая особая, выбрасывать на вторую книжку. И вставлять, чтобы все было гармонично. То есть, конечно, мы не только там водку пили и наркотики потребляли. Вообще, этим почти не занимались. Странно. В основном творили. Ну, как творчество, это тоже побочный эффект. В основном мы жили просто так. Как следствие уже, ну, конечно, творить. мы говорим о 25-ти годах и бывали бы, в 25-ти годах жизни. Бывало разное? Во всяком. Большая просьба. Голосуйте все на нашем радио, на сайте, там у них в чартовой дюжине за мою песню, которую мы записали с горшком, когда нам было по 14 или 15 лет. Расскажи, что сейчас в твоей жизни происходит и какие планы на будущее, какие у тебя вообще есть идеи. происходит в моей жизни. В моей жизни сейчас что только не происходит. Я за последние два года написал две книжки, записал альбом, ну и по мелочи там кое-что сделал. Скоро будет, скоро объявлю об этом во всеуслышание. И сейчас я как раз заканчиваю видео книжки, потому что у меня будет книжка с видео, не просто так. И потом поеду отдыхать на презентацию в это в Россию. Презентация книжки вторая будет на нашествии нигде-нибудь, что приятно. Потом будет презентация Москва-Питер, потом в Новосибирске еще одна будет. Потом сыграю с Андрюхой Князевым на концерте памяти Гошка и поеду домой и посмотрим, что будет делать дальше. Ну в принципе все кипит, пулит. Да, то есть я про... На самом деле я отказался уже писать третью книжку, но я параллельно подписываю главки так, чтобы не пропадало. Но не собираюсь их использовать. И точно так же не собираюсь пока записывать второй альбом, но подписываю так, пока тема есть, пускай будут. Но скорее всего я просто боюсь сглазить. Ну уж ладно, начал говорить, скажу. Будем с кем записывать акустический альбом. Слышал акустический альбом? Да. Вот второй будем записывать, потому что есть куча песен, которые туда не вошли и не сделали. И хотим мы записать второй, потому что Король и Шут без Гошка конечно невозможно, что говорить, но акустический альбом можно попробовать. Не Король и Шут будет, но так. Весело, одним словом. Кошка моя. Зовут ее Матильда. Она работает у меня кошкой. Это очень тяжелая профессия. Ежедневная. Без выходных. Любит мясо. Тут у меня музыкальная комната. Разложены все по именам, по названиям музыки. Допустим, флейтовая музыка и прочее. Есть какая-то симфоническая. Пластинка, которой ты больше всего гордишься. горжусь. Горжусь, я им подарил Q-Disintegration. Многие будут что-нибудь такое придумать, типа Изабел Кэмпбелл. Я обожаю. Или что-нибудь еще. Ну, ну, что сказать, круче Q-Disintegration. Пока еще ничего не придумали. Ну, смотри, есть еще такой вопрос у меня про Америку. Почему США, почему не Россия, почему ты приехал? Ну, вообще, как тебе здесь? Все просто две копейки. В США жила моя любимая женщина и к ней приехал. Так, так и остался. Если бы жила в Мексике, я приехал бы в Мексику, жила бы в Новосибирске, я приехал в Новосибирске, жила бы в Иркутске, я приехал в Иркутске, жила бы в Норильске, я бы оттуда увез. Ты бывал в Норильске? Нет. Не бывай, я тебе расскажу все в двух словах потом. Слушай, ну, хорошо, она выбрала хорошую страну. Мне тоже нравится, дороговато здесь, правда. Ну, в целом, Америка тебя впечатляет или, ну, как бы, все равно, где жить, были бы деньги? Да, люди везде одинаковые, на самом деле. Окей. Ну, вот, что больше всего в Америке нравится или, может быть, не нравится? Нравится, мне то, что вот можно прочитать закон в интернете, на бумажке и знать, что это действительно так и есть на самом деле. Оно работает, да? Да, что вот действительно. Вот это у меня до сих пор про это не на полной серии, что написали, то и делают. Удивительная страна. То есть, когда ты хочешь, что-то нарушаешь, то как будто невидимка для них, потому что не бывает этого. Окей. А больше всего не нравится, что в США? Именно поэтому, кстати, вот ты тоже голосовал, нравится, что я проголосовал, что сигарета будет стоить на 2 доллара дороже. Бацан через 2 недели дороже. Проголосовал. Легальная трава стала? трава легальная. Ба, пожалуйста, легальная, что у всех легальная, а у нас в Санта-Крузии еще там, типа, старые хиппи могут выращивать там особо легально. Круче, чем в другой стране. Во всех других графствах. Пожалуйста, за что проголосовал, но все работает. И все это, и все это, заметив, выборы президента. Кстати, посмотрел, это есть видео, специально записал случайно. Вот была такая бумага. Президент там такой-то, такой-то, там список их, что-то песен, не помню. Ты за кого голосовал? За Хиллари. Лашпет. Но не будем тебя обвинять. У каждого свои недостатки, свои ошибки. Если человек не понимает в жизни ничего, голосуй, конечно, за Хиллари. Ну, да. А Григорь, чем плохо? Чем плохо? Не знаю. Вот, не знаешь, а голосовать ли? Пускай это голосовать, кого попало. Идет все. Бог снизилари. И вот, эти президенты, это было так, ерунда. Еще вот такой список реальных законов, которые касаются нашей жизни напрямую. И ты голосуешь, а не хоп, через две недели уже работает. Какой-то беспредел. То есть, это и плюс, и минус, по сути? И все это по почте, причем. Я по почте получил, поставил галочки, по почте отправил, все, проголосовал. Они говорят, русские хакеры. А смотри, как ты относишься к современной, даже не хочу, ну, современной. Уже сказал, современной чувак. Ну ладно. Как ты относишься к современной музыке, там вот тренды, которые сейчас в России популярны? Слушаешь что-нибудь, если что слушаешь, что нравится, что не нравится? Я прекрасно отношусь к любой музыке современной мне, но дело в том, что современная мне музыка, которую я слушаю. То есть, я слушаю сейчас реал времени, реал тайм, значит, она не современная. Это я только что придумал. Прекрасно. Если музыка хорошая, какая разница, она написана в 80-м, 90-м, 70-м, 50-м, или в нулевом, или в 10-м, или в 17-м году, или в 17-м, в 16-м. Ну, что из последнего ты слушал такого, что сейчас популярно? А я не знаю, что сейчас популярно. То есть, ты слушаешь еще в России свое. Ну, то есть, ты, ну, не знаю, ну, вот радио... Ты в России спрашиваешь? Ну, да, допустим, вот ты включил радио, это... Откройте секрет. В России? Музыки нет. Нет, музыки много. Но, вернемся к самому вопросу современному, значит, в принципе, ты тогда ничего не слушаешь, кроме того, что тебе нравится, по сути. Нет, вообще стараюсь, вообще стараюсь много слышать, просто хочется всегда. Ну, вот монатика, например, слышал. Кто это такой? вот, фигня, конечно. Не, нормально. Ну, не знаю, на поле, на свой вкус. Не хочу. Ну, вот видишь. Нет, и на самом деле стараюсь слушать все новое, потому что все-таки мое пение запрещено. Видишь, как это называется, больше сороковника, и уже объективно обижается в силу возраста, мой вкус должен испортиться, как у всех людей, от Сараси испортится зрение, портится музыкальный вкус, так должно быть. Это у всех так, не все в это просто признают. Поэтому я стараюсь, там у меня сын уже, давай там все новое, там всех друзей, если что новое, давайте мне срочно, я хочу чувствовать, да, хочу быть в, это самое, в тренде, в бленде, в мандаре, в тиндере, в тиндере, и в твиттере, типа модный. Ну, все равно еще интересно, тоже музыка, но обычно кто присылает, то какая-то фигня. Как ты относишься? Вообще все фигни, потому что, я по себе сужу, когда, знаешь, бывать сидишь, напишешь, красивую музыку, душу, вот реально, письмо, идеально, все нравится, и на следующий, думаешь, о, я правда, ну, хорошо написал, думать, что-то я загордился, поставишь просто любое, ну, лучше, допустим, там, есть определенные, любое произведение Моцарта, понимаешь, что, вообще-то ты говно. Ну, да. И то же самое сетихами, я по Пушкину сужу, если думаешь, вот это стихия реально круто написал. Кому сравниваешь? Берешь там любой Томик Пушкин, Онегин, откажешь, о, вот это, вот это стихия, как-то, те же слова так поставлены, вроде все просто, но это реально окрыляет. Полюбуйтесь. Вон он, Санта-Круз. Справа. Я вам открою один небольшой секрет. Я когда сюда подходил, я увидел, что этот дом стоит на холме, на сваях. Он тупо стоит на сваях. На курьих ножках. Не страшно. Ну, да, с непривычки это страшно. А вон там, видишь, торчит? Это Монтерей. Монтерей, это где происходил знаменитый фестиваль, где Джимми Хендрикс сжег гитару. Вот именно он там. У нас, Санта-Круз, где родилось движение хиппи. Что делать? А тут живу я теперь. Достаточно тяжелый вопрос про горшка. В принципе, все знают, что у него были проблемы с наркотиками. Как с этим справлялась группа? Вообще, что делалось, чтобы, может быть, как-то помочь? группа справлялась с переменным успехом. Но вообще, ты спросил про довольно длинный перемежуток времени, там, 25-летний, больше даже. По-разному, никто этого не принимал, никогда, естественно. не, тогда же информация, не только все это появилось, еще там, при СССР, нет, вру-приз, короче, в лохматые годы. Мы же не знали, что это такое, допустим, были какие-то продавали наркотики, ну, допустим, вот я, первый раз мы пришли, куда-то там, такашу, приемки, друзья, вот там, кислота, винт, и вот черное. Для меня это был набор букв. Что это такое вообще? Да, то есть я сейчас понимаю, что это не столько разные вещи, что это вообще в одну кучу сваливает довольно странно. Информации не было. естественно, надо было все попробовать, и поэтому, когда горшок был, вот мы, и тогда еще не было героина, опиум мы еще варили. Ну, как мы, я не варил. да. Но пробую, при мне все это происходило. Я два раза попробую, не слышит, короче, это только дохнутый, это совершенно, ну, бычий кайф, то есть, извини тут, я чувствую, что я подсяду, я уже не вылезу из-за ямы, и тебе не дам, соответственно. И боролись, то есть, не крайне вот так, что горшок на репетиции, что-то сделать, прибыли, что-то шприц достал, потому что это самое, мгновенно все это было выкинуто, хотя это жестоко наркоманов, как-то отнимать, но мы все-таки друзья с детства, допустим, если когда там на гастролях, там какие-то, был один случай жестокий, взял на гастроли свою, такую маленькую мышку, плюшевую. Мышка, игрушка, игрушечка, я лежу в жопе дырка, я говорю, читаем мышку, я видел, а у нас был до этого разговор про наркотики жесткий, говорю, все, короче, либо останавливаемся, уже какие-то концерты, не это же было, когда мы же ездили на гастроли, ездим, и ты лечишься, потому что ты же все, никому не надо, что ты принимал наркотики, чтобы делать это самое, чтобы делать гастроли, вылечиваться, спокойно будем жить, дальше мы для этого живем, и вы уделяли эти рубля, договорились, и на гастроли взял-то мышкой, подожжал, пока в поезде пойдет в туалет, залез в сумку, достала, там два человека героина, говорю, ах, сука, ну ладно, выкинул, унитаз пошел сразу, чтобы не это самое, но на самом деле один выкинул, потому что все-таки там, есть, ну, короче, это никому неинтересно, ломка, был, да, есть варианты, и, короче, ночью просыпаюсь, как для ля-трибля, крики, говорит, что ты, так, кто, да я, кто, а ты, что там, офигел, сдохнув, хочешь, ну, короче, там тоже были разборки, довольно жестокие, но, группа помогал, когда нужно было лечиться, группа того, как не было денег, там, знаешь, там, на метро, там, было, бесплатно, хоть проезжали, просто денег не было, но нужно было, найти там, горшку, там, 500 долларов, на это самое, на лечение, мы находились, всегда, потому что, если бы, у тебя есть друзья, алкоголики, которые бухают постоянно, а вот есть алкоголик, которые хотят бросить, видишь, они же не могут, они не любят это уже, ненавидят, хотели бы остановиться, но не могут, тут то же самое, только хуже, и то есть, обычно это было таким, когда бы удавалось бросить, удавалось, как срывался, допустим, кого же с солью, из горшинелой, жил уже, потом бас, воли, между это он там, это самое, сорвался, да, куда-то поехал к вам на ржевку, а я, я поехал к маме, на ржевку, я, я, я в этом районе, 13 лет, то есть, не знаю, что мой район, построили этот район, когда я туда приехал, то есть, до меня там никто не жил, доноскашком, и всего-всего, отношу, то есть, люди нашего года, то есть, до этого, там, несколько годов, там, еще не было, потому что мы там грибы собирали еще в лесу, то есть, он построился позже, то есть, мы самые старые долгожители там, и, естественно, нас там все знают, а после того, как мы стали там уже королешут, там, ну, вообще, то есть, меня любая собака знает, а даже самая популярная, да, горшок же там все это покупал, и, естественно, понимаешь, это для кого-то, они другого, там, наркоманы, или там, лопники, или там, еще какие-то бандиты, или менты, а, это одноклассники, или соседи, или там, я их все знаю, то есть, так мы там вместе и покуривали, бывало, и там, тусовались, все свое, да, и поэтому, я вынесла, я поехал туда, говорю, где тут, захожу, я естественно знаю всех дилеров, ну, так сложилось, как можно жить в районе, не знать всех дилеров, прихожу, где горшок, не знаю, говорю, все, короче, предупреждаю тебя, а там, знаешь, делила мелкая сошка, там, у нас чеченцы, это держали, там, выше-выше, я тебе предупреждаю заранее, горшок сейчас в районе, ты ему продаешь, он говорит, я не говорю, не важно, кто-нибудь продаст твои друзья, я вкладываю тебе, вот твой адрес, иду, не в ментовку, я иду там, в прокуратуру, там, высшие инстанции, то есть, уже пишут, реально, зовешь, ты не отмажешься, они там, ну, откупались от ментов как-то, он говорит, я же не причем, говорю, не важно, кто-нибудь из твоих друзей продаст, любой, и вложу, обошел все, всех, кого знал, там, никто меня не открывали, я там, значит, уже там, отрывал замки, всем, ломал двери ногами, то есть, а что мне сделать, делаю это, я не знаю, кто я, я знаю, кто они, я всех предупредил, говорю, все, короче, кто горшку продаст, я не шучу, вообще, вы меня знаете, это западло, но продавать горшку, еще больше западло, мне западло их вложить, естественно, я бы никогда этого не делал, но если они хотят убить моего друга, я это сделаю, помогало, я, в тот раз помогло, потому что, потому что я реально пошел к концу, 7 точек, полно обошел, я больше не знаю, я там не так, уже часто и бывал в то время, но 7 точек хватило обойти, я говорю, все, вот я ведь вас, вот ваш адресат, я всем, всемерых сдам, просто, не то, что вам делать, что надо, не продавать, я знаю, что этот горшок захочет, он найдет, ну да, во-первых, горшок, ему принесут, во-вторых, что-то делать, потом пришел, как-то чеченец говорит, эй, слышь, ты там, что-то, я говорю, слышь, ты, ты, что-то, в моем районе, банчишь, вообще-то, а, там, это, да, я говорю, ты, да, да, вот, между только, что, одному человеку не продал, все, остальное, банкуншерты, с ментами договорился, со всеми договорился, я, что, тем, я, я, не борюсь против наркоза, продаж наркотиков, похуй на все, а, я, там, тебя, подлогу, дайвла, не хочешь, давай, сейчас, будет, да, посмотрим, что будет, и он ушел, через, там, пошло, там, буквально, суток, не прошу, приходит, гашу, говорит, шик, ты, охуел, что, я, я, ты, сука, охуел, я, все равно, нашел, я, знаешь, ты, нашел, я, потому, к тебе, пришел, я, нашел, камер, меня, сразу, нашли, самого, говорит, сейчас, ты, секс, дашь, я, сдам, ну, ничего, там, обнялись, с ним, помирились, он, ладно, говорю, поехали, домой, Коли, ну, двое суток, это, он, занял, кстати, смотрите, короче, прикол, значит, Паунов сделал такую штуку, он, зафигачил свою книгу, кваркоды, покажи, QR, это, книжки, кроме книжки, такие квадратики еще прикольные, заговора иллюминати, походу, да, покажем, как работает, да, это очень удобно, потому что читаешь книжку, допустим, протокурили песню, хоп, слушаешь песню, про все все рассказывается, читаешь про концерт, все рассказывается, показываем, как работает, про эту песню, то есть ты можешь, слушаешь, ну идея классная, то есть ты можешь читать про песню, и слушать ее, когда пошел спад в творчестве, у кого, ну у группы Киш, когда вот почувствовали, что вы уже не на волне, скажем так, есть у меня отличный ответ для тебя только что придумал, никогда, окей, дело в том, что, вот ты книжки зря не читаешь, газеты зря не читаешь, но как раз я ушел из Короля Шут, как раз таки на пике популярности, то есть нельзя сказать, что там пошел какой-то спад, и я ушел, я ушел к Казарну, а никто в это не верил долго, потому что мы были на самом, все там какие-то парады, все премии получили, там из каждого, не то что радиоприемника, из каждого утюга Короля Шута, там вообще, то есть вот, самый был вверх, и я ушел тогда, то есть, и поскольку я ушел только потому, что было у нас общее собрание, горшок и князь сказали, что, горшок и князь, сказали, что все, группа Королевши больше нету, если он горшок князь, и, как он сказал, с циклами держащихся денижное место, да, так, конечно, написано почти так, там верливо написано, ну, они сказали именно так, ребята обиделись, обиделся я, я говорю, я не держусь, для меня, Короба Король Шута, этого сообщества друзей, которые делают общее дело, это теперь нет, значит, группы нет, значит, нет, все, вот что ты уходишь, как мне уходить неоткуда, раз группы нет, за ради денег, я музыкой не занимаюсь, я горд, не то, что я гордый, но смысла, не смысла никого нет, так что, для меня, группа Королевши на этом закончилась, остался проект Горшок князь, и нанятые музыканты, и я, кстати, очень рад, что у них там даже что-то получилось дальше, все, молодцы они, то есть, о каком спаде ты говоришь? ну, не знаю, вот я, это лично, скажем так, моя субъективная мнение, но, помня, там, вот, да, альбом, от, от, может быть, даже от самого первого, будь, когда он путник, до, жаль, нет, ружья, вот это вот, я вот, все слушал, все знаю, дальше уже что-то, ну, там, послушал, ну, альбом, ну, окей, ну, и все, она как-то начала, все ниже, 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 уже потом, может быть, я вырос, я не знаю, может быть, просто вкусы поменялись, но уже, просто я из группы ушел, ну, да, может быть, это, ну, потому что, так получилось, для меня тогда закончил группы, то есть, она была на весовом верху, ребята решили делать что-то другое, ну, молодцы, почитай книжку, там все подробно написано, ну, я дойду еще, дело в том, что у меня никакого спада не было, потому что, ну, какой может быть спад, мы всегда делали все для себя, нам нравится, не нравится, и, мне лично, мне лично, конечно, за всех говорить не буду, но глубоко фиолетово, приходит на концерт 1000 человек, или 5000, или 5, или 5, но 5 не может прийти, ну, если для своих, я, ну, позову девушек, уже 8, окей, я знаю, я знаю, что снимаешь свои видео, у тебя есть канал на ютубе, я в описании оставлю ссылочку, обязательно переходите, смотрите, вот лично ты смотришь еще кого-то в ютуб, кроме себя, есть ли у тебя какие-то любимые ютуберы? конечно, кто? конечно, но, во-первых, во-первых, у меня пуговица отвалилась, из ютуберов, во-первых, Харламов, мой кореш, во-вторых, расскажите такую историю, у меня племянница, любимая моя Оленька, Буланова, беседовала со мной, говорит, вот, ты же там в инстаграме, разве не видишь, я там что-то вешаю, я говорю, Оля, слушай, я в инстаграм не читаю, я этого просто вешаю, и все, да, зачем я читать, нет, я бываю там, сижу в очереди, там, к зубному, там, в туалете, ну, в туалете у меня книжки есть, ну, где-то там, вот, сделать нечего, листаю, то же самое с ютубом, я, это самое, я что-то пишу, это как творчество, как это самое, чтобы было весело, чтобы было интересно, ну, там, бывает, иногда отзывы читаю, стараюсь, все-таки, смотреть, комментарии, лучше читать, ничего, хорошо, что мне пишут, ну, бывает, иногда бывает, как делать, не к там, ешь, за компьютером сидишь, а так, ты что, а что там, такого хорошего происходит, на ютубе, ну, если честно, современное течение, наверное, ютуб, рано или поздно, все-таки, вытеснит телек, надеюсь на это, надеюсь, и люди будут, давно пора, смотреть ютуберов, и уже происходит, с молодежью, это уже происходит, в принципе, вот, ну, отлично, это же очень круто, я лично, сам телек, не знаю, ну, я, можно сказать, уже постарше, да, ну, грубо говоря, но я уже лично, сам телек, наверное, лет 8 не смотрю, никогда, и нету, и не надо, а те, кто, кому 15-16, те никогда и не будут, его смотреть, это отлично, и, наконец-то, уволят всех ненужных, этих людей с телевидения, абсолютно, потому что, они тоже делают, чтобы только держаться за место, ну, в общем, на ютубе, значит, ты смотришь дневник иммигранта, сейчас, в основном, ну, я еще не смотрел, ни одной передачи, но обязательно посмотрю, я все собираюсь, я обещаю, говорю, Леха, я посмотрю, если я обещал, я посмотрю, хорошо, нет, я смотрю, это самое, Ивангая смотришь, даже не знаю, как это такое, я смотрю, ютуб, князя, окей, но князь, дело в том, что сам мне присылает все свои видео, смешные, вот там безумный, кстати, ютуб, князя, там безумно смешные видео, реально безумно смешные, все, кто что-то там интересный, вешать, все мои знакомы, они мне просто так присылают, зачем я на ютубе, досмотрите, нет, бывает в фейсбуке вот это вешают, там комедий клаб, там смешные штуки иногда бывает, это ютуб? не совсем, ютуб, смотри, ютуб это какая-то личность, это может быть даже бомж, Вася, грубо говоря, и вот кто-то его пару раз снял, залил на ютуб, показал, он говорит, вау, и тут бомжу Васе подарили телефон, и он каждый день снимает видео, как у него день проходит, где он там еду добывает, и начинает выкладывать все, и люди начинают смотреть, говорят, круто, и вот появилась медийная личность в ютубе, и обычно начинают появляться люди, которым интересно, что с его жизнью будет происходить, вот, хуитень какая-то, но это круто, ну да, ну так вообще, вообще реально круто, в такое время живем, что вот так можно там телефоном, пардон, заменить вот все это, всю шайку поганую, телевизионную, да, абсолютно, хочешь смотри, хочешь не смотри, твой выбор, что смотреть, да, правильно, жалко придушить никого нельзя, по телевизору, в ютуб, тогда шучу, окей, ну все, спасибо большое, тебе спасибо, круто, и твоим радионюхателем, все, хой, не то слово, давай, хэви метал на балалайке, я цыганка молодая, это было, я цыганка молодая, 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 Продолжение следует...